Легенда ЦСКА Сергей Тараканов! Включите, пожалуйста, звук в микрофоны нашим легендам. Алло, сейчас слышно. Здравствуйте, с праздником вас, потому что открытие сезона, это праздник. Победа, хоть и такая тяжелая, тоже праздник, так что всех с праздником. Дорогие друзья болельщики, мы сегодня будем говорить, и у меня есть такая почетная миссия, сказать несколько слов о книге, которую написал мой друг и коллега, спортивный журналист Владимир Титаренко в содружестве с пресс-атташе ЦСКА Николаем Цинкевичем. Я могу сказать, большие комплименты этой книге, приобрести которую вы можете, и которая является впервые таким доскональным и большим трудом по фактам, статистике и интересным историям из жизни больших спортсменов, которые выступали за спортивный клуб ЦСКА. Я думаю, всем любителям баскетбола это будет интересно, потому что действительно на моей памяти я всегда завидовал, когда мы читаем про НБА, про какие-то другие лиги, где так много статистики и где подсчитаны очки, секунды, голы, передачи, все что угодно. Я, например, про себя этого не знал, не имел. Теперь кое-что знаю, много для себя нового открыл, благодаря труду Владимира Титаренко. Спасибо тебе, Володя, большое. Ну и вам, наверное, тоже будет интересно. Так что покупайте, приобретайте, изучайте, это будет интересно. Всем спасибо. Спасибо, Сергей. Я вижу здесь болельщики ЦСКА. Сегодня мы чествовали наших замечательных девушек-баскетболистов, которые 20 лет назад выиграли для нас золото. И я предлагаю всем вместе похлопать Сергею Николаевичу и его коллегам по поводу 35-летней победы сборной Советского Союза на Олимпиаде в Сеуле. Это замечательная была победа. Надеюсь, я еще найду возможность о ней много рассказать и написать. При этом хочу отметить, что среди 12 чемпионов Олимпийских игр 1988 года было 9 баскетболистов, имеющих отношение к ЦСКА. И оба тренера, Гомельский и Серехов, тоже армейцы. Так что это наша тоже большая победа. Книга, которая только что вышла, это моя первая, надеюсь, не последняя. В свое время написал тысячи заметок про баскетбол, но книга первая. Я вложил в нее всю душу, всю любовь к этому клубу. Надеюсь, она очень, во всякий случай, мои главы, они очень авторские. Я писал их с любовью к нашим баскетболистам. Ну, отдельная тема, это то, о чем говорил Сергей. Какие-то очень интересные, очень правильные статистические данные. В общем, она такая получилась, мини-энциклопедия. В общем, если бы я был папой, у меня были бы дети, я бы купил своим детям. Прекрасные слова, друзья, давайте поаплодируем. Между прочим, сегодня автор «Самый интересный вопрос» получит в подарок книгу с автографами Владимира Дитаренко и Сергея Тараканова. Давайте поаплодируем нашим легендам. Спасибо большое. Ну, прямо сейчас, друзья, дамы и господа, мы готовимся вместе с вами встречать самую красивую команду ЦСКА. Дэнс Тим, ЦСКА, группа поддержки. Итак, Алина Симыкина, многократный лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов современной хореографии. Хореограф-постановщик, красавица. Яна Кошелева, многократный победитель всероссийских чемпионатов и кубков по танцевальным дисциплинам, айдо в номинации шоу-дэнс. Полина Пахомова, многократная чемпионка всероссийских танцевальных конкурсов, шестикратная чемпионка России по современным танцевальным направлениям. София Золотухина, КМС по чирлидингу, придер чемпионат России по чирспорту, победитель межрегиональных и городских соревнований. София Бухтуярова, участница международных танцевальных конкурсов, первые места на танцевальных фестивалях в Европе. Анастасия Куркова, первый взрослый разряд по чирспорту, победительница международных всероссийских хореографических фестивалей и конкурсов в составе шоу-балета «Авангард» имени Марины Ивановой. Алина Попова, также участница всероссийских фестивалей. Анна Громенко, КМС по бальным спортивным танцам, победитель и призер всероссийских соревнований чемпионатов России по спортивным бальным танцам. Наталья Война, это как песня «Ты же девочка, война!» окончила колледж культуры с красным дипломом, танцевала в народном ансамбле «Росинка». Диана Катутис, призер хореографических конкурсов в стивале актрисы театра «Кураж» и различных других ярких шоу. Евгения Юрьева, мастер спорта по художественной гимнастике. Победитель конкурса групп поддержки в составе «Дэнс Тим ЦСКА», проходящим на чемпионате мира по баскетболу в 2010 году. На секундочку. Ну и, наконец, руководитель группы поддержки ЦСКА, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, призер чемпионата мира по эстетической гимнастике, «Мисс Баскетбол 2004» Анна Пуркина. Ну а прямо сейчас, друзья, внимание на экран, еще одна наша музыкальная команда. Привет всем, я Никита Курбанов, капитан баскетбольного клуба ЦСКА. Мы собрали для вас идеальный плейлист для старта нового сезона. Это самые бодрые, самые любимые треки игроков нашей команды. Занимайся спортом, болей за ЦСКА и слушай нашу подборку в ВК-музыке. Мама, мы ЦСКА! Неплохо! Можете в ВК-мьюзике скачать все песни, которые любят баскетболисты ЦСКА. Это классная история. Но прямо сейчас мы встречаем самую самую младшую команду нашей семьи. ЦСКА Дюбал! В номер третий Евгений Гордеев, номер семнадцатый Аркадий Сулимов, номер двадцатый Никита Михеев, номер двадцать седьмой Кирилл Дербенев, номер тридцатый Даниэль Санамян, номер тридцать первый Григорий Николаев, номер тридцать второй Арсений Соловьев, номер сорок третий Дмитрий Ширяев, номер сорок четвертый Даниэль Корень, номер сорок седьмой Сергей Новиков, номер шестьдесят шесть. Рафаэль Ташев, номер 77 Кирилл Анциперов, номер 87 Роман Романенко, номер 99 капитан Денис Клубе, главный тренер Евгений Горбунов, команда ЦСКА «Дюбл». Всем добрый день, всех рады здесь видеть. Представляю команду ЦСКА «Дюбл». Команда участвует в детско-юношеской баскетбольной лиге, где команда максимальный возраст 19 лет, но всегда ЦСКА выступает более младшими возрастами. Команда ЦСКА «Дюбл», начиная с самого первого первенства «Дюбл», выигрывала первенство 11 раз. И также много воспитанников попадало в символические пятерки и MVP. ЦСКА «Дюбл» является действующим чемпионом первенства «Дюбл». Ну, сейчас нам необходимо как бы наигрывать более молодых игроков, так как средний возраст команды 16 лет. Прошу следить за нами и поддержать нас. Спасибо. Так и будет. Спасибо, Евгений, наши маленькие чемпионы, но уже с большими амбициями. Прекрасно. Ну, а мы готовимся встречать следующую команду. ЦСКА «Юниор» номер 8 – Владислав Михеев. Номер 10 – Кирилл Попов. Номер 11 – Даниил Ключенков. Номер 13 – Николай Нацилинишвили. Номер 15 – Андрей Лукьянов. Номер 16 – Капитан команды Николай Садиков. Номер 18 – Ярослав Аникин. Номер 21 – Максим Лагутин. Номер 22 – Максим Пронин. Номер 34 – Даниил Абрамов. Номер 36 – Дмитрий Радулов. Номер 54 – Александр Баранов. Номер 80 – Ростислав Гусев. Главный тренер – Александр Гусев. Команда «Юниор» ЦСКА. Здравствуйте. Мы ЦСКА «Юниор». Мы играем в молодежной лиге ВТБ. И уже 3-го числа мы стартуем. Начинаем первая игра наша на выезде. А 16-го числа будет домашняя игра. Мы играем в молодежной лиге, где старше возраста, до 21-го года. И наша команда также младше. У нас в средний возраст 18 лет. Но несмотря на это, конечно, мы в каждой игре будем бороться за победу. Будем стараться победить. Вообще говоря, в этой лиге наша команда ЦСКА «Юниор» является рекордсменом. Мы 5 раз становились чемпионом. 2 раза завоевывали серебро. В целом, конечно, также попадали наши воспитанники в разные пятерки. Получали номинации, призы. Попадают всегда в молодежные сборные России. Самый главный наш результат – это игроки. Большое количество, которые играют сейчас в лиге ВТБ, играют важные роли в своих командах. И вообще, молодежный проект ЦСКА дал наибольшее количество игроков, которые сейчас играют в лиге ВТБ. Так что приглашаем всех нас поддержать. Мы играем в другом зале. В ЦС «Спорт и Динамо» на Лавочкино. 16-го числа. И все остальные игры есть на сайте. Так что приглашаем. Спасибо большое. Ну, а теперь, друзья, встречайте. ЦСКА-2. Наша фарб-команда, играющая в Суперлиге против взрослых и сверхопытных соперников. Домашний матч ЦСКА-2 проходит во дворце спорта «Динамо» на Лавочкино. Приходите и поддерживайте парней. Ну, а теперь вместе со мной номер нулевой – Ярослав Никонов. Номер первый – Илья Ермаков. Номер второй – Артем Орехов. Номер пятый – Павел Захаров. Номер шестой – Валерий Князев. Номер седьмой – Даниил Кирилюк. Номер девятый – капитан команды – Иван Макаров. Номер двенадцатый – Олег Акрамов. Номер четырнадцатый – Вадим Ширинкин. Номер двадцать пятый – Иван Зайцев. Номер двадцать шестой – Кирилл Петухов. Номер тридцать восьмой – Лев Фетисов. Номер восемьдесят восьмой – Дмитрий Иванов. Главный тренер – Иван Кучеров. Друзья, рад приветствовать вас. Хочу поблагодарить за поддержку и поздравить с командой клуба. Сегодня старшая команда показала яркую игру и завоевала за отслуженную победу. Мы, в свою очередь, выступаем в профессиональной лиге, играем в профессиональный чемпионат Суперлиги, играем юниорами. Средний возраст команды – девятнадцать лет. Парни работают с отдачей, каждый раз на тренировках выкладываются в полном объеме и получают в возрастном чемпионате практику серьезного уровня. Ежедневная работа дает свои плоды. Ребята, выпускники нашего молодежного проекта представляют… Наверное, во всех клубах уже были ребята из молодежки ЦСКА. Не исключение Единой лиги ВТБ и Суперлига. Каждый раз, смотря на них, мы видим армейские традиции, потому что парни получают их и, выходя на площадку, демонстрируют эту энергию. Каждый раз они помнят ту поддержку, которую вы им оказываете. Мы с удовольствием ждем вас на играх на улице Лавочкина. Иногда игры ЦСКА-2 по содержанию бывают не менее яркими и азартными. Когда молодежь бьется с профессионалами, это стоит видеть. Спасибо. Спасибо большое. Ну а я прямо сейчас хочу посоветовать всем еще раз. Посмотрите этот ролик в ВК. И, друзья мои, добавляйте, скачивайте плейлист нашей основной команды ЦСКА и слушайте хорошую музыку. Давайте посмотрим все. Внимание на экран. Привет всем. Я Никита Курбанов, капитан баскетбольного клуба ЦСКА. Мы собрали для вас идеальный плейлист для старта нового сезона. Это самые бодрые, самые любимые треки игроков нашей команды. Занимайся спортом, болей за ЦСКА и слушай нашу подборку в ВК-музыке. А почему бы и нам не спеть это? Давайте дружно, друзья. Тем более, что наша команда сегодня победила, и они это все слышат. Давайте дружно. Я говорю «мама», вы говорите «мы ЦСКА». Готовы? Все дружно. Мама! Еще раз. Мама! Мама! Отлично, молодцы. Я вижу, что и парни уже сейчас начинают подтягиваться из нашей первой команды. Они готовы выйти к вам. Самое главное, чтобы вы сейчас набрали в свои легкие как можно больше воздуха. И приготовились встречать нашу команду, которая сегодня одержала первую победу в первом домашнем матче Единой Лиги ВТБ в сезоне 2022-2023-2024. Ну что, болельщики, вы готовы? Как-то очень тихо. Еще раз. Вы готовы? Знаете, что я предлагаю? Сейчас, когда парни собираются, я вам хочу еще раз напомнить, что автор самого интересного вопроса сегодня обязательно получит книгу, которую мы подготовили специально в столетию ЦСКА. Поэтому я рекомендую вам всем достать мобильные телефоны и, возможно, продумать какой-то мега креативный вопрос. Потому что в течение нашей, скажем так, дружеской беседы вы можете его и подзабыть. А вот Галина точно не забудет ничего, особенно подарки, которые взяла сегодня для новичков нашей команды. И пока ребята собираются, расскажите, что это будет. Можно камерой к нам поближе? Возможно ли попросить оператора подойти, чтобы мы все увидели? Да, книгу мы сейчас видим на экране. Оператор в больших наушниках, но это не говорит о том, что он меня слышит. Итак, Галина, а пойдемте, вы покажете туда. Давайте дойдем до камеры. Если Арарат не идет к горе, то гора идет к Арарату. Итак, давайте посмотрим. Так, давайте, друзья. Во-первых, я хочу, чтобы вы поаплодировали Галине, потому что это человек, который всегда чествует наших новых игроков, которые всегда готовят какие-то невероятные сюрпризы. И на сей раз нашим новичкам достанутся вот такие настоящие сердца, которые Галина готовит, между прочим, сама. Если вы хотите, чтобы у вас тоже были такие кулончики, то как это правильно называется? Брошь. Брошь. Брошь из бисера. То вот, пожалуйста, обращайтесь. Она всегда рада сделать и для вас нечто похожее. Там вот уже поднимают руки. Я хочу, мне сделайте. Молодцы, друзья. Еще раз поаплодируйте. Галина не пропускает ни одного товашнего матча уже много-много лет. Девчонки из группы поддержки баскетбольного клуба ЦСКА прямо сейчас готовы начать аплодировать и вместе с вами встречать нашу команду, которая вот-вот уже будет в полном составе у нас в помещении, откуда ребята всегда выбегают перед началом встречи. Итак, я вместе с вами загляну сейчас туда и скажу, что же происходит. Да, ребята фактически уже в полном составе. Не хватает буквально пары игроков. Друзья, и мы сможем начать. Самое главное, что вы готовы. Итак, друзья, наступает тот самый момент, который мы так долго ждали. Встречайте, команда ЦСКА Москва! Номер первый защитник форвард России Никита Михайловский! Номер второй Каспер Уэйр! Итак, номер третий, центровой нашей команды, Тони Шекери! Номер шестой, еще один новичок нашей команды, Мэло Тринпл! Номер седьмой, Иван Ухо! Этому парню нужна ваша самая громкая поддержка. Он сегодня повредил колено, но как прекрасно начал эту встречу. Номер восьмой, Антон Остапкович! Номер одиннадцатый, Семен Антонов! Номер семнадцатый, Левио Жан-Шарль! Номер двадцать третий, но этот парень сейчас выбежит со страшной силой. Антон Карданакишвили! Номер двадцать четвертый, Амат Эмбай! Номер двадцать восьмой, Филипп Кафуров! Номер сорок первый, Никита Курбанов и Самсон Руженцев к нам присоединятся чуточку позже. Но прямо сейчас встречайте главный тренер Эмил Райкович! И президент клуба Андрей Ватути! Я надеюсь, что вы приготовили самые интересные вопросы, но прежде мы услышим слова от главных людей. Эмил! 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 Пожалуйста, будьте терпливы, поддерживайте нас. Мы вернемся с самодачей, вернемся с борьбой и надеемся с хорошим результатом в концу. Чтобы не сломал язык с моим очень хорошим русским, я отдам президенту, чтобы он сказал пару слов. Спасибо вам. Всем добрый вечер. Я думаю, что, наверное, если был бы приз прогресс сезона, то Эмил в своем русском языке явно преуспел. Так что давайте еще раз похлопаем ему. Он молодец. Надеюсь, что и тренировать будет так же, как выучил русский язык. Я вообще не подготовился. Никто не сказал, что я буду говорить по-русски. Никто не сказал ничего. Спасибо, что пришли. Выходной день. Понимаю, что у всех свои дела. Но нам очень приятно, что вы здесь. И, конечно, хочу поздравить всех с первой победой. Я понимаю, что качество баскетбола во второй половине, наверное, никого не сделало счастливым или довольным. Но на данном этапе главный результат. И сегодня результат есть. Я очень надеюсь, что в дальнейшем будет так же. Конечно, мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Вы нам очень нужны. И поэтому еще раз хочу пригласить на все домашние матчи ЦСКА. Приходите. Мы играем для вас. И это не пустые слова. Вы знаете наверняка о сложностях, которые испытывает клуб. Я сейчас не хочу еще раз подробно о них говорить. Но, на мой взгляд, самая большая проблема – это не бюджет, это не селекция. Это отсутствие собственного дома. Я говорю о снесенном УСК ЦСКА и о том, что происходит сейчас со стройкой новой арены. Мы, как ни странно, подготовились к этой встрече с болельщиками. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию такой мини-фильм про стройку новой арены ЦСКА. Мы все любили старый универсально-спортивный комплекс ЦСКА, который с 1979 года был домом для баскетбольного клуба. Сейчас Нурник или Большой ЦСКА, место старого комплекса, реализуют современный проект, который станет для клуба домашней арены, тренировочной базой для основной и молодежных команд. Мы можем показать визуализацию арены. У нас есть фасадные решения. Прямо все то, что мы здесь стоим и видим, все эти камни, железки – это все очень волнительно, потому что понятно, что это очень скоро превратится во что-то привычное, классное, куда мы будем приходить по много раз в год. Места для инвалидов, да? Да, у нас предусмотрены места для инвалидов, парковочные места будут для инвалидов. Все по нормативам, технические условия согласовывали в департаменте соцзащиты города Москвы. На сегодняшний день завершены монолитные работы на минус первом этаже. Формируются чаши арены, возведены конструкции стен и трибун первого яруса. Выполнены подготовительные работы для бетонирования второго яруса трибун. Уже появились контуры первого этажа комплекса, который вместит в себя раздевалки, бип-зону, входную группу. Главный магазин ЦСКА, который расположен на углу нашего здания, будет открыть не только во время матчи, но и в обычные дни. Скажите, а музей тоже здесь будет? Да, музей у нас будет представлен на втором этаже, в фойе. Здесь как раз сейчас открытое поле. Мы хотели сделать его интерактивным, для того, чтобы можно было на мультимедийных экранах посмотреть историю, полистать, сделать его по периметру, чтобы человек мог идти вокруг арены и опознавать всю историю. Для команд будут оснащены современные раздевалки и медиковосстановительный комплекс. В распоряжении клуба, помимо основной арены, будут два тренировочных зала, расположенных один над другим со стороны торгового центра «Старт». У основной команды и молодежного проекта будут свои тренажерные залы. Для размещения гостевых команд предусмотрены дополнительные комфортабельные раздевалки. С учетом этого можно будет принимать турниры с участием нескольких команд. Принформировано до поведения не только баскетбольных матчей и концертов, а иных массовых зрелищных мероприятий. У нас, в отличие от старого здания появлялись ложи, мы смогли разместить их не только в основной части, но практически по кругу. Одно из торца. Это прекрасно. И большое спасибо ПКЦСК, Дурникелю, что пригласили посмотреть, показали, как идет ход строительства. В принципе, такие вещи очень важны для нас, для болельщиков. И большое спасибо. В общем здании площадью 58 тысяч квадратных метров, помимо баскетбольного комплекса, будут размещаться плавательные бассейны с прыжковой зоны, залы акробатики, гимнастики, тихтования и борьбы. Доминантой большого комплекса площадью 38 тысяч является арена, вместимостью 5129 зрителей. Кто-то у СКЦСК проставил 50 лет. Надеемся, что и это теперь 50 лет простоит. СССР! 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 Вот таким образом выглядит ситуация со стройкой новой арены. Если вы слышали, наверняка слышали, здесь прозвучало слово про музей, и мы бы хотели от вас в течение этого и следующего сезона получить какие-то пожелания, идеи, что вы хотите видеть в музее баскетбольного клуба СССР. Для нас это было бы очень здорово, потому что у нас есть свое видение и какие-то предложения с вашей стороны было бы замечательным. Вот так про арену все выглядит. Спасибо главному тренеру, спасибо президенту за вступительную речь, отличный ролик. Если у вас еще остались какие-то вопросы по строительству, можете задавать. И мы, собственно, сейчас к вопросам переходим. Если есть уже прямо из зала какие-то первые вопросы, мы готовы принять. Если нет, у нас есть еще вопросы, которые мы собирали в интернете. Адрес новой арены старый. Ленинградский проспект 39, строение 3. Я думаю, что его не поменяют. Подойдите к микрофону, не стесняйтесь. Всем привет. Я Матвей. Я хочу задать вопрос главному тренеру. Помните, я приходил и задавал уже вопрос, что когда прекратится проигрыш, что два года мы уже не можем завоевать трофей, чемпионство. Когда это прекратится? Матвей, спасибо за вопрос. Но, как я помню, ты спрашивал меня про «Зенит» в прошлом году, да? Когда мы выиграем «Зенит», да? Мы выиграли «Зенит», но не выиграли чемпионство. Это проблема. Но я надеюсь, что я не хочу ставить давление на наших игроков. Но мы дам все от себя, чтобы выиграли каждую игру. И в конце, чтобы этот результат порадовал тебя. Доволен? Спасибо, Матвей. Я задам вопрос из интернета, вопрос Андрею Ватутину. Скажите, планируется ли в ближайшее время подписание «Легионера»? Я могу ответить кратко из одного предложения. Планируется. И немножко расширю. Мы работаем над поиском игрока подобного ампула с начала лета, уже сентября, и сейчас будет октябрь. Это такая непростая история. Она связана, в первую очередь, с нашими, скажем прямо, достаточно ограниченными возможностями. Второе, такими же поисками занимаются, я знаю точно, 2-3 клуба Евролиги и тоже пока не могут никого найти. Отвечаю еще раз. Мы очень надеемся, что рано или поздно такой игрок найдется и он сможет усилить нашу команду. Менеджмент клуба ежедневно просматривает ни одного и ни двух кандидатов. Потом вы должны понимать, что приглашение любого игрока – это сочетание клубных возможностей и его желания. Когда эти две траектории сойдутся, у нас будет новый игрок. Но подписывать ради подписания мы не можем себе позволить. Поэтому ищем и очень надеюсь, что эти поиски принесут результат. Спасибо. Я вижу, вот Денис Ларин один из тех, кому повезло на стройке оказаться совсем недавно. Еще и вопрос подготовил. Всем привет. Привет команде. Да, хочу задать вопрос про расширение ассортимента сувенирной продукции. Я понимаю, сейчас немного сложности, наверное, в связи с определенными событиями. Хотелось бы понимать, будет ли это расширение и будут ли использованы, может быть, наши российские мощности для этого. Хочется чего-то новенького, яркого, новую атрибутику, что-нибудь такое. А так, желаю побед в новом сезоне нашей команде. ЦСКА всегда будет. Спасибо. Спасибо большое за пожелания. Спасибо большое за ваш всегдашний, такое слово употреблю, позитив. Я знаю, всегда вас вижу, вы с улыбкой и верите в команду. Мы летом много работали над тем, чтобы мерч и игровая форма команды были, я так скажу, похожи друг на друга. Вот сделать это к началу сезона по объективным причинам мы не смогли. То есть дизайнерские решения есть, но успеть реализовать это к сентябрю, к октябрю не успели. Я думаю, что это тот случай, когда торопиться не надо и спешка нужна в другом совершенно роде деятельности. Или к концу этого сезона, или к началу следующего. Постараемся вас в хорошем смысле в плане мерча удивить. Спасибо. Спасибо. Я призываю задавать вопросы игрокам. Тоже не забывайте про то, что ребята пришли сюда, услышать от вас добрые слова. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Касперу Вейеру. Каспер, планируете ли вы продлевать контракт с ЦСКА в следующем сезоне и остаться в семье ЦСКА? Спасибо большое. Замечательный вопрос. Хочу сказать, что на данный момент я благодарен за возможность играть за этот клуб. Мне нравятся мои партнеры по команде, главный тренер, все люди, которые работают с клубом. И, конечно же, вы фанаты, которые приходят и поддерживают нас каждую игру. Но сейчас все мое внимание сосредоточено на этом сезоне, на том, чтобы побеждать, на том, чтобы вернуть чемпионство команде. И после этого я смогу принимать свое решение. Спасибо. Давайте послушаем микрофон с той стороны зала. Здравствуйте. Очень рад всех видеть. Всех с началом нового сезона. И у меня есть вопрос один для новичков, для наших. И одно пожелание. Вопрос заключается в том, ну такой гипотетический вопрос. Вот если бы в параллельной вселенной вы оказались бы, вы не занимались баскетболом, чем бы вы занимались? Вот. Это вот вопрос к новичкам, к нашим. Вот. И пожелание по, опять же, по мерчу я немножко вернусь к вопросу Дениса. Дело в том, что, ну я, видно, наверное, не очень маленьких размеров, вот. И ту же форму, например, найти практически нереально. Вот. И хотелось бы все-таки побольше размеры, чтобы были. Ну, как бы все. Спасибо. Давайте. У кого из наших новичков ближе микрофон. Раз, раз. Можно? Добрый день. Добрый день, дорогие армейцы. Погодите, а может быть мы ответим на вопросы? Что? Тони Джекири хочет сказать, чем бы он занимался, если бы не занимался баскетболом. Я думаю, я бы работал в клубе, вот был бы одним из менеджеров. Тони, можно микрофон говорить? Мэлла? Мне очень нравится позиция президента клуба. Кресло закачалось подо мной, да. То ли очень серьезный конкурент. Я думаю, что я стал бы доктором, если бы не занимался баскетболом. Никита Михайловский, его очередь. Наверное, я бы стал бы полицейским. Никита за справедливость всегда. Амат Мбай? Я бы, скорее всего, был разработчиком сайтов, веб-дизайнеров или профессиональным игроком в Call of Duty. Ну что, зададим тот же вопрос Антону Крадонихишвили, потому что он в некотором смысле наш новичок, потому что за основную команду сегодня сыграл впервые. Правильно, Антон? Я прошу прощения. Поприветствуем Антона. Всем привет. Я бы, наверное, был футболистом, потому что месяц своей жизни я уходил из баскетбола и занимался футболом, но все-таки вернулся обратно. Надеюсь, за ЦСК. Спасибо. Давайте с этой стороны сейчас вопросы. Я хотел бы задать вопрос. Со скольки лет можно попасть в основной состав команды? Кому это будет вопрос? Наверное, главному тренеру. Эмил. Как я понял, как попасть в главную команду? Со скольки лет? How old should you be to be the main team player? Well, it's not so much about age. Это не важно, сколько лет. Важно, чтобы был достаточно хорошим баскетболистом и хорошим человеком. Чтобы был часть ЦСКА. И размер, чтобы был хороший тоже. Спасибо. Давайте я задам один вопрос из интернета. Еще вот у Самсона Ружинцева. А, Самсона же нету сейчас. Тогда давайте к тому микрофону. Добрый день, дорогие армейцы. Добрый день, дорогие гости, болельщики. Я рад вас приветствовать. Я хочу поблагодарить всех организаторов данного шоу. Мы приехали из славного города Электросталь Московской области. Я представитель команды Олимпийского резерва. То есть я отец спортсменов. Здесь в зале присутствуют мои дети, которые занимаются в школе Олимпийского резерва легендарного заслуженного мастера спорта Милосердова Валерия Владимировича. Который с 1970 по 1982 год был членом команды ЦСКА. Мы сохраняем память о выдающихся спортсменах. И своими, так сказать, победами, своим стремлением хотим, чтобы ЦСКА была навечно. И в нашей школе легендарного Валерия Милосердова есть памятная табличка. И мы каждый день, когда посещаем школу, смотрим в глаза спортсмену, то есть светлую ему память. И верим, что наши дети также будут стремиться к спорту. И только в победах наших мы можем показать, что Россия славная страна. Я хотел бы вопрос задать в следующем. Можно ли в знак памяти и благодарности или автографы, или вот вашу книгу привезти в нашу школу в знак памяти и уважения клубу ЦСКА? Спасибо, что приехали, привезли с собой команду. Надеюсь, что это такой неразовый выезд. Приезжайте еще. Книгу сегодня получите. Фломастер у меня есть. Подпишу. Я задам все-таки вопрос из интернета. Это будет вопрос к Левио Жан-Шарлю. Левио, почему мы не так много видим трехочковых в твоем исполнении в последнее время? И будешь ли ты их бросать в дальнейшем? Спасибо. Спасибо. Я думаю, что, да, я возьму каждую возможность, чтобы сделать команду лучше. Да, конечно. Я воспользуюсь любой возможностью улучшить результат команды, и, соответственно, я продолжу это делать. Спасибо, Лев. Есть вопрос. Всем привет. Меня зовут Саша. Тоже играю в ЦСКА за детей. И у меня есть вопрос к Касперу Уэйру. У Каспера Уэйра у тебя сегодня не все получалось. Как ты сохранял спокойствие под давлением публики и, может быть, тренера? У меня просто такая проблема есть. Каспера Уэйра. Всегда во время игры, даже если что-то не получается, я опираюсь на свои тренировки, на свою подготовку и стараюсь сохранять ментальность, что в следующий раз все получится, сразу забываю про неудачи, думаю только о победе, о том, как принести победу команде. И уверен, если ты последуешь такому примеру, у тебя тоже будет все получаться, и ты не будешь нервничать. Я, прежде чем дать слово дальнему микрофону, хочу еще напомнить, что у нас здесь молодежная команда есть, и ребята, и тренеры, и руководство. То есть я знаю, что она у нас очень популярна, и много болельщиков ходят на лавочки на их поддержать. Пожалуйста, не забывайте про них и задавайте вопросы. Да, пожалуйста. Добрый день всем командам, юношам, старшей команде. И в первую очередь хотим пожелать вам, наверное, не выигрышей, а побед, только одних побед. И я, как классный руководитель седьмого класса, хочу такой вопрос задать, ну, немножко предыстории. У меня ребята в пятом классе заинтересовались баскетболом, они просто кучей бегали за мячом, но в конце концов они через интернет, через телевизор, приезжая к вам на матчи, выучили правила, придумали свою атрибутику, майки. Теперь мы посещаем ваши матчи, ходим, смотрим. И у меня вопрос от них к вам, к команде старшей. Они спрашивают, можно ли с вами потом в конце сфотографироваться. Вот, извините. Ребят, встаньте, вот они сделали. В майке приехали, девчонки, ребята. Спасибо. Ребят, привет. Спасибо опять. Сегодня постоянно говорю спасибо, но это от души, поверьте. Спасибо, что приехали. Вот закончится встреча, у всех будет возможность сфотографироваться с кем он захочется. Спасибо большое. Еще раз, не выигрыши, а побед вам. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Мне поручили передать привет от сектора Б4 всем командам, и Дюбл, и ЦСКА-2, и основной команде. Мне немножко обидно, что во время представления команд не представили коня нашего, нашего просто коня 25 номера. Поскольку команда не в полном еще составе, вопрос, видимо, к Семену Антонову. Пускай у нас тяжелые обстоятельства останутся обстоятельствами и не будут оправданиями, мы всегда готовы поддерживать команду в любых условиях. Главное, чтобы команда билась и старалась. Вопрос к Семену. Есть ли какие-то пожелания к болельщикам у команды, либо у наших капитанов и вице-капитанов? Нет, ребят, никаких вопросов к вам нет. Вы большие молодцы, вы поддерживаете команду, вы годите нас вперед на каждом матче. Я думаю, это и определяет статус большого клуба и большой семьи. Когда нам трудно, мы все вместе, и когда мы выигрываем, поднимаем трофеи, мы тоже все вместе. Давайте оставаться все вместе до конца большой семьей. Я могу со своей стороны заверить, что все ребята, которые есть в составе, они понимают, какой клуб они представляют. И мы сделаем все, чтобы биться в каждом матче. Можете быть в этом уверены. Я знаю, что вы нас часто встречаете на улице и можете спросить за результат. Я обещаю, что мы будем сражаться в каждом матче. Спасибо большое. Я сейчас снова задам вопрос из интернета. Вопрос Андрею Ватутину довольно интересный. Возможно ли в будущем открытие спортивных баскетбольных школ под брендом ЦСКА в отдаленных от Москвы регионах? Тут бы с Москвой разобраться, честно говоря. Поэтому в разное время мы думали об этом, даже открывали академию в Калининграде. Вот когда здесь заживем нормально, в своем доме, тогда подумаем об экспансии куда-то в регионы. Сейчас основная задача, через 2-3 года, лучше через 2, получить собственный дом, это главное. А сейчас нет просто ни финансовых, ни человеческих, ни каких-то иных ресурсов. Распаляться не хочется, не хочется. Надо одно дело сделать, а потом уже будем думать о регионах. Вот так. Спасибо. Ну, конечно, если кто-то из энтузиастов или поклонников ЦСКА в регионах, у кого-то есть такие идеи, которые не потребуют от клуба большого финансового участия, мы готовы рассмотреть, участвовать брендом, каким-то интеллектуальным ресурсом. Надеюсь, он у нас есть. Но вот так. Спасибо. Пожалуйста, дальний микрофон. Всем привет. У меня вопрос вообще для всех. Какое правило баскетбола вы бы изменили и почему? Давайте не вопрос для всех, а для кого-то одного, потому что всех мы выслушать не успеем. Кто хочет, пусть ответит. Руку поднимем. Я думаю, лучше тренер. Ну ладно. Давайте вопрос главному тренеру. Поменяли бы, я не скажу, поменял бы судье, не правило. Спасибо. Еще, знаете, раньше было такое давно, вы, наверное, не помните, правило, что можно было отказываться от пробития штрафных. Это такое придавало особую изюминку концовкам игр. Но этого правила нет лет 30. Но, тем не менее, это всегда было интересно, как тренерский штаб решает бросать или получить владение. Но это давно было совсем. Вот тут вот девочка вся в экипировке юбилейной нашего клуба. Да-да-да, отлично. Всем привет. У меня вопрос к Семену Антонову. Каково это, наконец, выйти на поле после серьезной травмы? И вообще, каково играть, когда на тебе такая большая ответственность, и все от тебя ждут больших результатов? Сложный вопрос, Саймон. Ну, я сказал уже, что все ребята, которые пришли в наш клуб, кто новички, кто играют уже много лет, они прекрасно понимают, с каким давлением ты сталкиваешься, переходя в такой клуб, и какую ответственность ты лично несешь перед вами, перед болельщиками, перед нашими семьями. Поэтому, я думаю, вот ответ. Я очень рад вернуться. Я безумно соскучился. Да, у меня были товарищеские матчи на предсезонке, суперкубок. Но сегодня я был очень рад дебютировать на домашней площадке перед вами. Спасибо всем. Спасибо команде, медицинскому штабу. И спасибо всем вам за ваши слова поддержки на протяжении всего этого периода. И вы выглядели сегодня очень хорошо. Это я говорю. Я воспользуюсь служебным. Выглядели хорошо сегодня. Спасибо. Я воспользуюсь служебным положением. И хочу отдельно похвалить Саймона, потому что та травма, которая у него была, она одна из самых тяжелых по восстановлению и реабилитации. И Семен проделал просто колоссальный объем работы. И даже когда не играл в прошлом сезоне, он каждый день был с ребятами, был с командой. И просто проявил себя совершенно невероятно, как человек и как профессионал. И мы все очень рады, что он сейчас с нами. Дай Бог здоровья. И почаще, ты знаешь, а к слову, я вышел чуть позже. Не знаю, сказали вам или нет, почему нет Никиты и Самсона. Они, такая банальная причина, проходят допинг-контроль. А для того, чтобы пройти, надо сделать одно действие. Иногда это занимает чуть больше времени, чем обычно. Так что, они с нами, но пока вот ждут. А пожалуйста, вот вы начали говорить, продолжайте. Похвалили Саймона. Да, добрый вечер. Мне хочется сказать слова в поддержку главного тренера. В прошлом году, в прошлом сезоне, несмотря ни на что, наша команда выглядела очень солидно. И первая часть игры сегодня, я считаю, была хорошей. Я даже ее такой не ожидала. Новички мне все понравились. Дай Бог, чтобы у них все сложилось. Вопрос у меня непростой к ним. Им комфортно ли в клубе вот сегодня? Вот такой вопрос. На него сложно ответить, конечно, вот так вот на пресс-конференции, но хотелось услышать. Меня это мучает немножко. Да, конечно, комфортно играть. Все поддерживают друг друга. Первые впечатления, да, хотя бы вот как. Все отлично, все отлично, спасибо. Да. Кто не говоришь. Ладно, у меня скорее риторический вопрос. Мне хочется им просто пожелать успехов. И именно на свой вопрос я отвечаю так, чтобы вы вжились вот в эту команду, и чтобы она была в этом сезоне у нас успешной. А для этого есть все. Спасибо вам большое за подружку. Подождите, новички команды хотели бы передать, что им очень комфортно в команде, но было бы лучше, если бы, например, вы приготовили для них печенье. Проголодались. Ну, когда же завтрак был? Давно уже. Так, давайте с этой стороны еще один вопрос. Я прошу болельщиков, мы буквально 2-3 вопроса еще примем. Уже не занимайте место, потому что нам нужно переходить к фотографированию. И если у вас еще останутся какие-то вопросы, вы можете лично просто задать, когда будете брать автографы. Всем здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Касперу Вейру. Почему именно номер 2? Вот у меня такой вопрос. Моя любимая номер – 22. Когда я приехал, они просто были номер 2, поэтому я просто взял и взял с ним. Всегда, когда я играл в баскетбол, моим любимым номером был 22, но когда я прибыл в команду, он был занят, была только двойка, и вот с тех пор я под ней играю. Спасибо. Пожалуйста, с той стороны. Здравствуйте. У меня вопрос к президенту ЦСКА. Как, когда и при каких обстоятельствах вы решили основать клуб? Андрей Владимирович, я не знал, что вам больше 100 лет. Вроде бы в этом году был юбилей поменьше. В силу того, что это было очень давно, я уже и не помню, честно говоря, это же было больше 100 лет назад. Мне сложно ответить. На самом деле, клубу больше 100 лет. Что можно добавить? Много побед, много титулов. Но для меня очень важно, это не кубки, не медали, а именно люди, которые все эти годы были в ЦСКА. И совершенно не случайно вот так книга, которую сегодня можно купить, она так и называется. Люди и легенды ЦСКА. Так ответил. Как 100-летний человек. Спасибо. Давайте я еще задам один вопрос из интернета. Вот для многих очень важно стало противостояние с локомотивом. И вопрос главному тренеру, это принципиальный сейчас соперник, и можно ли говорить о каком-то проклятии? Проклятие? Почему? Это вопрос? Нет, у нас есть задача, выиграть каждый матч, кто будет соперник, будет, и все. Так что нам надо выигрывать каждый матч, каждую игру. Это только short memory, как называется, краткая память, да? Краткая память, да. Каждую игру, следующую игру, и выиграть каждый. Спасибо, тренер. Давайте еще раз поаплодируем главному тренеру, так здорово отвечает на вопросы по-русски. Еще по одному вопросу примем. Да, пожалуйста, с этой стороны. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот с нынешним составом ЦСКА, как вы думаете, могли бы быть шансы выиграть Евролигу? Если бы мы сейчас в ней играли. Вопрос к кому? К главному тренеру. Конечно, надо быть оптимистом, но Евролига сейчас выше уровень, и если бы мы хотели выиграть Евролигу, поменяли бы состав чуть-чуть, но я не хочу сказать, что эти ребята не могут играть, но большая часть них играла в Евролиге, но будут нужны усиления, чтобы выиграли. Я надеюсь, что придет этот час, и мы сделаем это. И вот еще один такой, такое я хочу добавить под конец. Давайте вот все вместе, всем, кто здесь есть. Мама! ЦСКА! ЦСКА! И ушел. Спасибо. Да, давайте с той стороны, пожалуйста. У меня вопрос к главному тренеру ЦСКА. Какая у вас была самая сокровенная мечта в детстве? В детстве? Может быть, эта мечта, когда я был маленьким, так, твой возраст, было, чтобы попал в команду в Евролиге, чтобы стал очень хорошим игроком, но это не случилось. Что я могу сделать сейчас? Стать лучшим тренером. Так что я попробую это сделать. Спасибо. Да, давайте еще по одному. Я вижу, что много еще желающих. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Я хотел спросить, какие есть цели, перспективы для молодежки на этот год? Красиво. Это, наверное, вопрос Евгению Чернявскому, руководителю нашей молодежки. Вот он тут спрятался под кольцом. Всем добрый вечер. Спасибо за вопрос. Перспективы. Они самые радужные. У нас отличная команда, молодые игроки. Будем стараться повторить прошлый сезон. Попробуем завоевать медали Дюбла. Молодежка в этом году тоже добавила и в игроках, и в качестве. Постараемся и там зайти в финал четырех, как минимум. А команда ЦСКА-2, я очень надеюсь, что в этом году зайдет в плей-офф. А там уже, видно, будет это баскетбол. Тут невозможно так далеко планировать. Спасибо. Думаю, для того, чтобы ЦСКА-2 зашел в плей-офф, надо на Лавочкину побольше болельщиков видеть. Согласны? Пожалуйста, с той стороны. Здравствуйте всем. Я хотел задать вопрос Семену Антонову. С кем бы игроков из NBA хотел бы он сыграть? За кого или против? Против. Честно, я вообще не слежу за NBA, потому что мы в Лиге ВТБ играем, и я слежу за этими ребятами. Можете тогда сказать из Единой Лиги ВТБ? С кем? Со своим лучшим другом Димой Хвостовым. Спасибо. Спасибо. Давайте последний вопрос с этой стороны. Вот такой младший, молодой человек едва дотягивается до микрофона. У меня есть один вопрос у Квейру Касперу. Во сколько он начал свою карьеру? I started playing really young, I would say around 6 or 7. Oh, professional queer. At 22. 22 years old. Вообще, баскетболом начал заниматься очень рано, где-то 6 или 7 лет, а профессиональную карьеру начал только в 22 года. Все, друзья, спасибо большое. Я еще раз хочу сказать, что вы можете задать вопрос игрокам, когда будете брать у них автограф. Сейчас я дам слово президенту нашего клуба Андрею Ватутину. Он, во-первых, назовет лучший вопрос, у него есть классный приз. И снова к вам обратиться. Пожалуйста, Андрей Владимирович. С приза или с заключительной речи? Давайте с приза. Я, вот мы с Николаем посоветовались, точнее Николай мне порекомендовал вручить приз за лучший вопрос, который звучал так, кем бы вы были, если бы не играли в баскетбол. Поэтому автора не на сцену, а вот на центральный рекорд я вам вручу эту книгу. Да, кто задал вопрос, выходите, не стесняйтесь. Вы? Не, не, не. Книжка с автографами, между прочим. Друзья, сейчас еще Андрей, я думаю, скажет пару слов, но я прежде прошу вас всех оставаться на местах, не выбегать на площадку, потому что мы должны подготовиться к тому, чтобы все у нас прошло красиво и организованно. Вообще, я уже не помню, какую по счету я провожу встречу с болельщиками. И вот смотрю, что в последние годы такая тенденция, что приходит взрослых много, а вопросы задают дети. Не знаю, с чем это связано, такая тема, наверное, для исследования. Тем не менее, нас всех ждет очень сложный, непростой сезон. И мы это понимаем. Я хочу, чтобы это понимали вы. не удастся выигрывать в каждой игре. Конечно, мы будем стараться, но сезон – это всегда забег на длинную дистанцию. всем, и нам, и вам, в первую очередь, сейчас необходимо терпение и много-много работы. Мы будем очень стараться соответствовать вашим ожиданиям. Это я могу сейчас пообещать. И нет смысла жалеть об отсутствии Евролиги. нет смысла жалеть о каких-то упущенных возможностях, неподписанных игроках, об игроках, которые ушли. Вот перед вами сегодня команда сезона 2023-2024. Другой не будет. Любите ее, и она постарается ответить вам взаимностью. Спасибо вам большое. ЦСКА, вперед! Спасибо.